В Центральной районной библиотеке состоялся финал конкурса спикеров в рамках дискуссионного клуба «Аргументы и факты». Школьники и студенты в течение учебного года собирались вместе, чтобы обсудить предложенные им темы и доказать свою точку зрения. Как правило, это были вопросы, непосредственно касающиеся их жизни. Мы обсуждали темы вредных привычек, темы интернета. Мы предлагали порассуждать нашим старшим школьникам и студентам на тему «хорошо это или плохо». И одни выступали в защиту, другие выступали их оппонентами, соответственно. Не так давно в России отмечали столетие революции. И для финальной битвы умов была выбрана исторически важная тема. Дискуссия велась вокруг личности Владимира Ильича Ленина. Мы решили вообще выяснить, смогут ли они подискутировать на данной теме. И смогут ли они вообще отстоять свою точку зрения. Потому что очень тяжело это сделать. Особенно, если оппонент очень умный. И особенно, если оппонент очень такой, ну в общем, способный. Отстаивание определенной точки зрения должно основываться на фактах, на документальной литературе. И, конечно, на собственном аргументированном мнении. В качестве арбитров были приглашены эксперты по заданной теме. Если эти дети в дальнейшем будут заниматься юриспруденцией, историей, вообще филологией, то есть любой какой-то гуманитарной наукой, то сегодняшний опыт для них может быть полезным. До финала добрались команды из Видновского художественно-технического лицея и школы-поселка совхоза имени Ленина. Ребята отдают себе отчет, что тема дискуссии очень многогранна и нельзя однозначно сделать те или иные выводы о жизни вождя мирового пролетариата. Мы вступаем в некие споры, допустим, про то, что правильно это или нет. И это порой бывает очень трудно, так как мы не очень много знаем о Ленине и жизненного опыта у нас пока что не хватает. На занятиях в школах участники дискуссионного клуба готовились, изучали материалы о жизни Владимира Ильича и старались выработать план своего выступления. В наших уроках, например, на истории мы часто затрагиваем эту тему и у нас действительно происходят дискуссии и в этом участвует не какой-то отдельный клочок класса, а мы все. И мы свободно можем разговаривать на эту тему, то есть это нам близко. Именно Елизавета Пронина из Видновского художественно-технического лицея по итогам заседания была признана лучшим спикером. А дискуссионный проект в библиотеке продолжается. Впереди новые темы для обсуждения и новые победители. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.